Всем привет! Меня зовут Павел Косенко, я фотограф, основатель пленочной лаборатории Среда и проекта Dehancer. Сегодня я вам расскажу, как я обрабатываю фотографии в программе DaVinci Resolve. Будучи фотографом, последние 20 лет я использовал при обработке фотографии в основном такие программы, как RPPE, RAW фотопроцессор и Adobe Photoshop. Примерно год назад я открыл для себя DaVinci Resolve и с тех пор обрабатываю фотографии только в этой программе. Причины, по которым я это делаю, достаточно просты. Дело в том, что в отличие от фотографии, индустрия кино за последние те же самые 20, 30, 40 лет продвинулась значительно дальше и в техническом, и в эстетическом плане. Тот инструментарий, которым на сегодняшний день обладает видео постпродакшн, фотографам даже не снился. Поэтому, даже несмотря на некоторые неудобства работы в DaVinci с фотоматериалом, я получаю настолько качественный результат, я имею ввиду эстетически качественный в первую очередь, но и технически тоже, что для себя я выбрал однозначно обработку фотографий именно в этой программе. Итак, сегодня я покажу вам полный цикл обработки фотографий в DaVinci Resolve, начиная от открытия файлов и заканчивая сохранением готового результата. При этом я дам все необходимые комментарии базовые и постараюсь сделать так, чтобы они не были слишком длинными. Ну что ж, начнем, 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 начнем. Я буду показывать обработку фотографий на примере DaVinci Resolve 16 версии. Это самая свежая на сегодняшний момент версия. Скачать ее можно на официальном сайте blackmagicdesign.com. Заходим в раздел продукты, выбираем DaVinci Resolve and Fusion. Здесь выбираем контрольные панели DaVinci Resolve. И переходим к кнопке Download, которая позволяет вам скачать одну из двух версий. DaVinci Resolve 16 и DaVinci Resolve Studio 16. Слева DaVinci Resolve 16 это бесплатная версия программы. Справа DaVinci Resolve Studio это платная версия программы. Бесплатная версия DaVinci имеет ряд ограничений. Наиболее значимая для наших с вами фотографических задач это ограничение на размер сохраняемых файлов. Вы можете загружать в DaVinci файлы любого размера и обрабатывать, но при сохранении, при экспорте, ваш размер в бесплатной версии будет ограничен не более чем 4К. То есть 3840 на 2160 пикселей. Если вы захотите сохранять файлы большего размера, то придется раскошелиться на платную версию DaVinci. После того, как вы скачаете, установите и запустите DaVinci Resolve, вы увидите окно создания нового проекта. Нужно дать проекту имя и нажать кнопочку Create создать. Прежде всего необходимо настроить DaVinci для более удобной работы с фотографиями. Подробно об этом написано в специальной статье, ссылку можете найти в описании. А в этом видео я покажу, куда нужно нажимать, чтобы настроить DaVinci. Итак, сначала идем в закладку Media, внизу выбирается эта закладка. И вот здесь, где три точки, нажимаем галочку показывать индивидуальные фреймы. Эта галочка у вас должна быть нажата. Далее, идем в общие настройки DaVinci, Preferences. Здесь выбираем закладку User и пункт меню Redact, Editing. Далее, параметр Standard Steel Duration нужно изменить с 5 секунд на 1 фрейм. Я не буду подробно объяснять, зачем это нужно сделать. Это в статье можно найти. Просто выполнить эти действия. И теперь можно переходить к импорту наших фотографий внутрь DaVinci. Находясь в этой же закладке Media, выберите папку, в которой находятся файлы для обработки. Я подготовил специальную папочку. В нее положу несколько файлов из моей поездки в Бирму десятилетней давности. Для примера просто. То есть можно было взять любые фотографии. Я решил вам показать на примере этих фотографий. Какие файлы вы можете обрабатывать? Это могут быть RAW, то есть сырые файлы. Это могут быть TIFF, JPEG, а также файлы DNG. DaVinci поддерживает не все виды RAW файлов, не со всех камер. Как правило, более старые камеры поддерживаются, более новые могут не поддерживаться. Если это так, вам нужно их сконвертировать в файлы DNG. Как это сделать, подробно есть инструкция. Все в той же статье, на которую есть ссылка в описании. Итак, выбираем все файлы, которые мы будем обрабатывать. Например, я могу кликнуть сюда и нажать Command-A, то есть выделить все файлы. И перетаскиваем их вот в эту область. Таким образом мы определили список файлов, с которыми будем работать. Дальше внизу существует несколько закладок для работы с нашим фото- или видеоматериалом. Медиа-закладка, в которой мы находимся, она предназначена для того, чтобы мы импортировали файлы внутрь DaVinci. Закладка Cut позволяет их обрезать определенным образом. Закладка Edit позволяет нам создавать последовательность файлов, то есть делать монтаж. Закладка Fusion вам, скорее всего, пока что не понадобится. Color – это основная закладка, в которой мы будем работать. То есть это работа с цветом. Firelight нам точно не понадобится, потому что это закладка для работы со звуком. И Deliver – это закладка, где мы настраиваем экспорт файлов. А пока что возвращаемся в закладку Edit, потому что нам с вами нужно создать, собственно говоря, нашу тайм-линию, так называемую. То есть нам нужно создать последовательность файлов, которые мы будем обрабатывать. С точки зрения видео, когда мы работаем с видео, это последовательность клипов. Мы же с вами работаем с фотографией, поэтому в нашем случае длина клипа будет определяться одним фреймом. То есть каждый наш с вами «видео» клип будет состоять всего лишь из одного фрейма. Давайте выберем все наши фотографии вот здесь вот и перетащим на нашу с вами тайм-линию. Перетащили. Вот это вот маленький квадратик, прямоугольничек, да, голубой. На самом деле это последовательность видео, как бы, как бы видео файлов. Мы их даже можем с вами проиграть. Видите, как они быстро проигрались. Почему? Потому что наше с вами видео состоит из кусочков, которые длятся всего лишь один фрейм. Чтобы увидеть каждый отдельный фрейм, нужно вот здесь вот увеличить масштаб нашей тайм-линии. И теперь мы с вами будем видеть наши короткие клипы, состоящие всего лишь из одного фрейма. Теперь переходим в закладку «Color». Здесь мы с вами видим последовательность наших клипов. Ну, в нашем случае это клипы в кавычках, состоящие из одной фотографии. То есть это на самом деле клипы, а в кавычках, потому что их длина всего лишь один фрейм. Мы можем между ними перемещаться и выбирать те клипы, в нашем случае это фотография, которые мы будем обрабатывать с вами. Но прежде чем это сделать, давайте настроим, собственно говоря, наш проект, его визуальную часть. Дело в том, что слева и справа вы видите вот такие вот черные полосы. Почему это происходит? Потому что тайм-линия по умолчанию в DaVinci создается в разрешении Full HD, то есть 1920 на 1080 пикселей. А наша фотография с вами имеет другое соотношение сторон. Поэтому фотография вписывается в формат тайм-линии и могут образовываться дополнительные черные поля, либо сверху, либо снизу. В нашем случае они образовались справа и слева. Как их убрать? В моем случае я работаю с файлами, разрешение которых составляет 5616 на 3744 пикселей. Project Settings в правом нижнем углу, шестереночка, нажимаем ее. Настроим наш проект Master Settings. Вот здесь вот как раз мы видим, что размер по умолчанию это Full HD. Вот он у нас задан. А нам нужно задать размер тот самый, который соответствует конкретной фотографии. В моем случае это 5616 на 3744 пикселя. Сохраняем. Сейчас вот все, да Винчи пересчитал размер тайм-линии. Теперь наша тайм-линия, еще раз нажимаем шестереночку, проверяем. Теперь наша тайм-линия имеет разрешение. Вот то самое, которое соответствует разрешению этих фотографий. Дальше. При экспорте мы, если вы работаете в бесплатной версии, вы не сможете сохранить вот с этим разрешением. У вас автоматически произойдет пересчет до более низкого разрешения. Если же вы работаете в платной версии, то именно с таким разрешением фотография после экспорта у вас и сохранится. Так как DaVinci Resolve это все-таки программа для работы с видеоматериалом, при обработке фотографий мы, очевидно, будем иногда сталкиваться с некоторыми неудобствами. Одно из них связано с вертикальной и горизонтальной ориентацией файлов. Ну и вообще с их соотношением сторон. На этой тайм-линии у меня сейчас собраны все фотографии одинаковые. У всех у них соотношение сторон 3 к 2, и у всех они находятся в горизонтальной ориентации. Это все файлы с одной камеры. Если же мы с вами захотим в эту линию вставить вертикальную фотографию, то у нее появятся справа и слева черные полоски. Поэтому вертикальные кадры нам придется или предварительно поворачивать на 90 градусов, или вообще обрабатывать в другом проекте. Я хочу начать обработку, например, вот с этого кадра. Давно я его не видел и, по-моему, вообще никогда не обрабатывал. Конечно, ничего тут особенного нет в плане сюжета. Такой тревел простенький. Но здесь есть много разных цветов. Здесь есть человеческая кожа, здесь есть небо, здесь есть зелень. Мне интересно попробовать обработать эту фотографию. В DaVinci Resolve нет привычных фотографам слоев. Вместо этого здесь используется нода. Это элементарный узел обработки изображения. Вот в этом окне составляются схемы обработки с помощью нод. Ноды могут быть последовательными. Вот я сейчас создал дополнительную ноду. Их может быть достаточно много. Ноды могут быть параллельными. Они могут определенным образом друг с другом смешиваться. Здесь богатые возможности по работе с альфа-каналами. В итоге можно создавать достаточно сложные схемы обработки, которые позволяют практически творить чудеса. Такого мощного инструмента обработок, как в DaVinci, в Photoshop, к сожалению, нет. Каждая нода внутри себя содержит определенную обработку. Это могут быть кривые, это могут быть цветовые колеса, так называемые. Это могут быть инструменты маскирования, повышения резкости и так далее. Практически бесконечные возможности. Также в качестве ноды может выступать OFX-плагин. OFX-плагины это дополнительные расширения по обработке изображений. Находятся они вот здесь, в закладке OpenFX. Если у вас не нажата эта кнопочка, нажмите, пожалуйста, и тогда вы увидите список OFX-плагинов. По умолчанию в DaVinci уже встроено достаточно большое количество полезных инструментов в виде OFX-плагинов. Также OFX-плагины для DaVinci разрабатывают и сторонние разработчики. Один из них это моя команда Vihancer. Мы разрабатываем серию плагинов по имитации пленочного изображения. Причем мы имитируем не только его цветовые свойства, но и пространственные. То есть мы эмулируем зерно, холейшн, блум и другие характеристики пленки. Дело в том, что пленочное изображение, вот этот вот так нравящийся многим людям пленочный лук, так называемый, то есть пленочная картинка, она состоит далеко не только из цвета. Более того, цвет это, конечно, базовая вещь, но без дополнительных именно пространственных искажений ощущение пленочного изображения получить очень сложно. И именно этим занимается наш плагин, и именно в этом он является уникальным, то есть не имеет аналогов. Существуют более простые решения в этой области, но полноценного, наиболее полноценного, скажем так, на сегодняшний день, кроме Dihancer, не существует. Этот плагин можно скачать с нашего сайта Dihancer.com, ссылка в описании, и установить его, в общем-то, даже специально для обработки фотографий. Вообще, качественные плагины, которые признаны в профессиональной среде, среди профессиональных колористов, они достаточно дорогие, но существует, у нас существует фото-версия, называется Dihancer Photo Edition, который, вот у меня он здесь вот есть вверху, который имеет ограничение на обработку всего лишь одного фрейма. На самом деле, вы можете обрабатывать любые клипы, но просто без Watermark будет сохранен, экспортирован только первый фрейм. И этот фото-эдишен специально для фотографов сделан, и он стоит в три раза дешевле, чем полноценный плагин Dihancer Pro. То есть инструментарий весь абсолютно одинаковый, но отличие только в том, что здесь существует ограничение на экспорт одного фрейма. Этот инструмент уже оценили многие топовые колористы в нашей стране, а также начали оценивать уже западные колористы профессиональные, в том числе в Голливуде. Вы можете попробовать плагин Dihancer Pro или Dihancer Photo Edition бесплатно. Для этого его нужно скачать с нашего сайта dehancer.com, ссылка в описании, и установить на свой компьютер. После того, как вы перезагрузите DaVinci, вы увидите плагин в закладке OpenFX ближе к концу списка в группе Film Emulation. Бесплатная версия плагина наложит небольшой Watermark на ваше изображение, но это не помешает работать с цветом, и не помешает примерить работу профессионального пленочного плагина относительно ваших фотографий. Дальше, если вам понравится плагин, вы сможете его приобрести. Когда мы строим обработку изображений с помощью пленочного плагина, то всегда сначала добавляется на нашу схему обработки, собственно говоря, сам плагин. Сделать это очень просто. Берем плагин и перетягиваем его мышкой на вот эту линию. Должен загореться зелененький плюсик. И отпускаем. Все, плагин добавлен в нашу схему обработки. То есть сейчас наша схема состоит из двух последовательных нод. Эта нода и эта нода. И если мы выберем вторую ноду Dehancer Pro, то мы справа увидим параметры плагина. Собственно говоря, плагин применился к нашему изображению с определенными параметрами. Маленький сразу вам лайфхак, как, собственно говоря, посмотреть изображение без обработки плагина. Выбираем эту ноду и нажимаем Command-D. Как это будет на Windows, я не знаю, но думаю, наверное, это будет Ctrl-D. То есть Command-D нажали, нода стала черненькой, плагин отключился. Command-D нажали, нода стала не черненькой, плагин включился. С какими-то параметрами по умолчанию, которые мы сейчас будем менять. Еще один небольшой лайфхак для более удобной обработки изображений на одном мониторе. Конечно, если мы работаем с изображением, мы хотим его видеть на весь экран или, по крайней мере, максимально большим. Такая возможность в DaVinci есть. Нужно, собственно говоря, выбрать эту ноду, эту самую ноду, и нажать комбинацию клавиш Shift-F. Но единственное, что нужно убедиться, что у вас стоит английская раскладка клавиатуры. Здесь в таком режиме точно так же работает комбинация клавиш Alt-D, которые позволяют включить и выключить ноду Dehancer. В данном случае она выключена, и вот она включена. Давайте немного познакомимся с самим плагином. Первая группа параметров Input. Здесь необходимо указать входной формат файлов. Я сейчас не буду вдаваться в подробности, но поверьте мне на слово, для задач фотографии практически всегда это будет Rec.709, а возможно и вообще всегда. Поэтому мы можем оставить по умолчанию выбранный Rec.709 и закрыть эту группу параметров. Вряд ли она нам пригодится. Следующая группа параметров Film. Это пленочные профили, которые выбираются вот в этом выпадающем меню. Здесь вы можете выбрать черно-белые профили, цветные, различные экзотические процессы типа Прокудина-Горского, интересные всякие пленки, которые в том числе давно уже не выпускаются, экспериментальный профиль Кодохром-64 и так далее. Мне в принципе нравился профиль по умолчанию, несмотря на то, что он не очень предназначен для данного конкретного освещения. Следующая группа параметров это Expand. Это управление черной и белой точками изображения. То есть мы можем отдельно управлять черной точкой, отдельно управлять белой точкой изображения и можем выставить эти параметры автоматически. Для этого нужно нажать на кнопочку Анализа. Вот мы нажали, Dehanser проанализировал наше изображение и автоматически выставил черную и белую точку на этой картинке. Уже в принципе картинка неплохо обработана. Но есть некоторые нюансы. Дело в том, что автоматическое выставление черной и белой точки, оно хорошо для фотографий и принято в фотографии, но в кино, в киноиндустрии, такого контраста обычно мы не достигаем. В кино изображение обычно менее контрастное и более темное. Белая точка очень редко бывает непосредственно прямо белой. Поэтому я, пожалуй, все-таки чуть-чуть снижу. Я хочу все-таки в сторону кино немножко сдвинуться, а мне такая яркая белая точка не нужна для этого. Кстати, еще один тоже небольшой лайфхак. Очень удобно ориентироваться по тому, что из себя представляет изображение, используя вот эту вот вейв-форму. Здесь вот шкала яркостей. 0 соответствует яркости нулевой, то есть это черная точка. 1023 соответствует яркости белой точки. А слева направо это у нас распределение яркостей вдоль изображения. В данном случае изображение у нас растянуто не на весь динамический диапазон, а лишь до где-то там 75% яркости. То есть самая-самая яркая точка, она не самая белая. Мне это нравится. В кино так часто делают и даже гораздо темнее изображение, поэтому я оставлю. Возвращаемся Shift-F обратно в режим. В принципе, обработку этой фотографии можно считать законченной. Но если мы хотим, мы можем дополнительно что-то здесь покрутить. Следующая группа параметров это Print. Это имитация тех изменений, которые достигаются при печати. Мы можем менять контраст изображения, но я не считаю, что это нужно делать. Я бы его оставил, каким он есть. Можем менять экспозицию печати. Но опять-таки меня все здесь устраивает, я ничего не хочу менять. Очень интересный инструмент это Color Density, цветовая плотность. В данном случае идет эмуляция насыщенности бумаги. Ну, собственно, мне это нравится. Давайте немножечко оставим. Смотрим. Без обработки, с обработкой. Ну, по-моему, уже лучше и некуда. Но мы попробуем еще лучше. Дальше идет пленочное зерно. Давайте его включим. Что же мы здесь видим? Картинка стала гораздо более аналоговой. Но на самом деле при съемке в хорошую погоду с ярким солнечным светом, конечно, такого зерна быть не должно. Поэтому я его уменьшу. Вот без него, с ним на YouTube, скорее всего, вы этого вообще не увидите. Но я попробую увеличить картинку и продемонстрировать вам деликатность зерна. Вот без него, вот с ним. Подробно об этом есть статья о том, как работает пленочное зерно. Ссылку на эту статью также дам в описании. Кстати, если вы увеличивали Command Plus или Command Minus изображение, вернуться в обратное исходное состояние, можно с помощью клавиш Shift Z. Дальше идет инструмент Hallation. Я скажу честно, в данном случае он нам не нужен. Потому что при таком условии освещения Hallation, скорее всего, не появится. А вот Bloom, это следующая группа параметров, это очень интересное и полезное свойство пленки вместе с оптикой. Давайте включим, и что мы увидим? Видите, возникает легкое такое размытие в светлых областях. Bloom это такой оптический эффект, который усиливается эмульсией пленки. Пленочное изображение обычно содержит какой-то небольшой Bloom эффект. Его еще называют Glow. Но мы специально его назвали Bloom для того, чтобы отделить от всех прочих инструментов Glow, которые работают, на наш взгляд, не так хорошо и не так корректно. Вот такое легкое свечение в светлых областях, это еще ближе к пленке. Есть еще группа параметров Output, которая определяет общую полупрозрачность нашей обработки, то есть, как она будет смешиваться с исходной. Но мы сюда очень редко лезем, и очень редко она бывает меньше 100. Также есть еще интересная галочка False Color. Это такой инструмент, который используют операторы в своей работе, кинооператоры. При съемке можно посмотреть распределение яркостей по определенным зонам. Ну, она нам не очень нужна, если честно, эта штука. Но, тем не менее, она есть для тех, кто любит такой технофетишизм, скажем так. Собственно говоря, я считаю обработку этой фотографии законченной. Давайте еще раз посмотрим без обработки, с обработкой. Мне нравится. Изображение действительно стало пленочным, действительно стало гармоничным и очень выразительным. И сейчас я вам покажу, как можно эту обработку применить для соседних изображений. Это можно сделать разными способами. Я расскажу об одном из них. На этом клипе, на выбранном, нажимаем комбинацию клавиш Alt-1. Таким образом мы скопировали нашу обработку, вот эту вот ячейку памяти. Выбираем другой клип. В нашем случае клип равно фотография. И нажимаем комбинацию клавиш Command-1. Таким образом мы вставили обработку из памяти. Что мы видим? Наша картинка избыточно светлая. Это в общем-то было видно и до обработки. Поэтому первым делом я хочу пойти в управление черной и белой точкой и вернуть нашу избыточно светлую точку в свое нормальное положение. Так мне нравится гораздо больше. Но сразу бросается в глаза слишком большой блум. Геометрия другая кадра. Размер объектов другой. Поэтому блум здесь избыточный. Я его хочу снизить. Например, с помощью ползунка Amplify. На самом деле подробно, как работают все эти ползунки, написано в специальных статьях. Ссылка будет в описании. Тоже на статью про блум и про то, как это работает. Все бы ничего, но картинка малоконтрастная. Я хочу повысить контраст этого изображения. Соответственно, я иду в группу параметров Print и повышаю контраст. Неизбежно будет картинка темнеть после этого. Потому что это фотографический, пленочный контраст при печати изображения. Это плотность изображения, по сути. Поэтому, увеличивая контраст. Контраст здесь симулируется, контраст бумаги. Мы, конечно, должны будем и изменить экспозицию печати тоже. Возвращаемся. И получаем две, в общем-то и целом, одностильно обработанные фотографии. И все же я хочу попробовать немножко изменить баланс белого в этой фотографии. Несмотря на то, что обработка одинаковая, общий баланс, общая гармония цветов, именно сбалансированность холодных, теплых оттенков здесь хорошая, а здесь оно воспринимается как несколько тепловатая. Чтобы это сделать, я пойду в нижний левый угол DaVinci и выберу камеру RAW. Нажму на этот вот значок камеры. Здесь выберу в Decode Using Clip. И теперь у нас появилась возможность менять баланс белого непосредственно в RAW файле, в самом изначальном. Давайте попробуем немножечко похолоднее сделать баланс белого. Мне кажется, вот так вот, чуть-чуть мы охладили его. Теперь более равновешенно все цвета в целом мы как бы скинули желтоватый оттенок. Ну и для закрепления я, пожалуй, обработаю еще одну фотографию. Скопирую опять-таки исходную нашу, исходную обработку Alt 1 в буфер памяти и применю вот к этой картинке. Мне нравится. Все три картинки обработаны в одном стиле, одним пленочным профилем. Можно пойти дальше, но дальше у нас начнутся уже другие условия освещения. Пожалуй, стоит показать, как кропить фотографии в DaVinci Resolve. Это не очень очевидно для начинающего пользователя. Возьмем фотографию, которую нам нужно кропнуть. Вот такая вот. Понятно, что здесь вот эта верхняя часть, она пересвеченная, она не несет никакой информации и она вредна. Я ее должен буду откропить. Как это делать? Возьмем выбранный наш клип, то есть фотографию и перейдем в закладку Edit. Вот здесь вот справа у нас есть параметры, с помощью которых мы можем сделать определенную трансформацию. Мы можем сместить фотографию левее-правее, увеличить ее, повернуть на определенный угол и так далее. Даже можем вот такие вещи сделать, которые нам не очень-то нужны сейчас. Нам нужно просто обычный зум и после этого нам нужно сместить по позиции Y, ну то есть по координате Y вниз. Ну, наверное, давайте докрасим, раз уж мы сюда полезли. Итого мы получили уже 4 изображения в одном стиле. Осталось сохранить наши фотографии обработанные. Итак, идем в закладку Deliver и настроим параметры экспорта. Первое, дадим имя группе файлов, путь укажем, где они будут сохраняться. То есть я задал папку, где будут сохранены наши фотографии. Нужно указать, нажать галочку Individual Clips. Дальше в закладке File мы выбираем использовать уникальные имена. Вот эту вот галочку. Возвращаемся в закладку Video использовать формат сохранения TIFF. И вот теперь у нас сохранится файл, все файлы, которые выбраны вот на этой вот линии, желтой вверху. Она может быть желтой, может быть белой, в зависимости от разных настроек конкретных текущих DaVinci. Область, которая будет сохранена вот отсюда до сюда. Но нам нужно сохранить всего лишь вот с этого места до вот этого места. Три кадра нам нужно сохранить. Мы указали уже формат файлов. Осталось сказать про ограничения на размер. Дело в том, что у меня платная версия DaVinci, поэтому у меня этого ограничения не существует. Если вы работаете в бесплатной версии, то вы будете ограничены максимально вот этим вот размером. 3.840 на 2.160. Собственно говоря, нажимаем кнопку Add to Render Queue. То есть это добавить наше задание на рендер. И теперь нажимаем Start Render. То есть начать обработку. Пошел прогресс бар. Все, обработка закончена. Теперь мы можем пойти в нашу папку и увидеть там три наших сохраненных файла. Надеюсь, этот урок был вам интересен и полезен. Всю дополнительную информацию и ссылки вы найдете в описании. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И конечно же подписывайтесь на канал нашего проекта Teehancer. Всем пока!